Код неисправности OBD2 Техническое описание, нарушение связи с модулем датчика дождя Что это означает? Это общий диагностический код неисправности системы связи, который применяется к большинству марок и моделей автомобилей OBD2 Этот код означает, что модуль датчика дождя, RSM и другие модули управления на автомобиле не связываются друг с другом Схема, наиболее часто используемая для связи, известна как связь по шине сети контролеров или, проще говоря, шины S&N Модули взаимодействуют друг с другом по сети, так же, как сеть, которая есть у вас дома или на работе Производители автомобилей используют несколько сетевых систем, до 2004 года наиболее распространенными, неисчерпывающими Системами межмодульной связи был интерфейс последовательной связи или САИ, шина S&E J1850 или PSI, и Chrysler Collision Detection, или SSD Наиболее распространенная система, используемая после 2004 года, известна как связь по шине сети контролеров или, проще говоря, шина S&N Также использовалась до 2004 года в небольшом сегменте транспортных средств, без этой шины S&N модули управления не могут обмениваться информацией, и ваш диагностический прибор может или не сможет получить информацию от транспортного средства, в зависимости от того, какая цепь затронута Модуль датчика дождя, RSM, обычно расположен за панелями внутри задних ворот, задней двери, он получает входные данные от различных датчиков, некоторые из которых напрямую подключены к нему, а большинство передаются по системе связи по шине от модуля управления трансмиссией PSM, эти входы позволяют модулю контролировать чувствительность и прерывистую работу дворников во время дождя, действия по устранению неполадок могут различаться в зависимости от производителя, типа системы связи, количество проводов и цветов проводов в системе связи Степень серьезности кода и симптомы серьезность в этом случае никогда не бывает серьезной, так как это устройство для удобства клиентов, и в случае полного отказа электросети всегда есть обходной путь вручную Отсутствие работы RSM никоим образом не влияет на работу автомобиля, симптомы кода U0231 могут включать, дворники никогда не включаются, никогда не выключаются, дворники никогда не реагируют на дождь на лобовом стекле, только прерывистая работа, RSM не включается, не работает Причины, обычно причиной установки этого кода являются, обрыв на шине SIN Plus или, цепь короткое замыкание на питание или массу в любой цепи шины SIN Отсутствие питания или заземления на модуль RSM редко, неисправный модуль управления процедурой диагностики и ремонта, хорошее место для начала всей электрической диагностики, это проверить бюллетени технического обслуживания, TSB, для вашего автомобиля Проблема, с которой вы столкнулись, может быть известно другим специалистам в этой области известное исправление могло быть выпущено производителем и может сэкономить ваше время и деньги Диагностики во время диагностики, предполагается, что на данный момент вам доступен считыватель кодов, так как до сих пор вы могли получать доступ к кодам Посмотрите, были ли какие-либо другие диагностические коды неисправностей, связанные со связью по шине или с аккумулятором, зажиганием Если это так, вам следует сначала диагностировать их, так как, как известно, неправильный диагноз возникает Если вы диагностируете код U0231 до того, как какой-либо из основных кодов будет тщательно диагностирован и исправлен, если единственный код, который вы получаете от других модулей, это U0231 Попробуйте получить доступ к RSM, если вы можете получить доступ к кодам из RSM, то код U0231 либо прерывистый, либо код памяти, если невозможно получить доступ к RSM, значит, код U0231, который устанавливают другие модули, активен, и проблема уже существует Наиболее частая неисправность, это неисправность цепи, которая вызывает потерю питания или заземление модуля датчика дождя Проверьте все предохранители, питающие модуль RSM на этом автомобиле, проверить все основания для RSM, найдите на автомобиле точки крепления заземления и убедитесь, что эти соединения чистые и надежные, если необходимо, снимите их, возьмите небольшую щетку с проволочной щетиной и раствор пищевой соды, воды и очистите каждый из них, как разъем, так и место, где он соединяется, если какой-либо ремонт был произведен Удалите диагностические коды неисправностей со всех модулей, которые установили код в памяти, и посмотрите, сможете ли вы теперь связаться с модулем RSM, если связь с RSM восстанавливается, скорее всего, проблема связана с предохранителями, соединениями, если код возвращается или связь по-прежнему не может быть установлена с модулем Найдите коммуникационные соединения S&N шины на вашем автомобиле, наиболее важен разъем RSM, который обычно находится за панелями внутри задней двери, задней двери, перед отсоединением разъема на RSM отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи, после обнаружения визуально осмотрите разъемы и проводку, ищите царапины, потертости, оголенные провода, пятна ожогов или расплавленный пластик Разъедините разъемы и внимательно осмотрите клеммы, металлические детали, внутри разъемов, посмотрите, выглядят ли они обгоревшими или имеют зеленый оттенок, указывающий на коррозию, при необходимости очистки клемм используйте очиститель электрических контактов и щетку с пластиковой щетиной, дайте высохнуть и нанесите электротехническую смазку на контактные площадки Перед подключением разъемов обратно к RSM выполните эти несколько проверок напряжения вам потребуется доступ к цифровому вольтометру, двум, убедитесь, что на RSM есть питание и заземление, получите доступ к электрической схеме и определите, где основные источники питания и заземления входят в RSM Перед продолжением подключите аккумулятор, при этом RSM все еще отключен, подключите красный провод вольтметра к каждому источнику питания B+, напряжение батареи, входящему в разъем RSM, а черный провод вольтметра к хорошему заземлению Если не уверены, отрицательный полюс батареи всегда работает, вы должны увидеть значение напряжения батареи, убедитесь, что у вас есть веские основания, подключите красный провод вольтметра к плюсу батареи, B+, а черный провод, каждой цепи заземления, еще раз вы должны увидеть напряжение батареи при каждом подключении, если нет, устраните неисправность цепи питания или заземления, затем проверьте две цепи связи Найдите SINC+, или HSIN+, цепь и SINC, или HSIN-цепь, подключив черный провод вольтметра к надежному заземлению, подключите красный провод к SINC+, при включенном ключе и выключенном двигателе вы должны увидеть около 2,6 вольт с небольшими колебаниями, затем подключите красный провод вольтметра к цепи SINC, вы должны увидеть примерно 2,4 вольта с небольшими колебаниями, другие производители показывают SINC примерно на 0,5 вольта и колеблющуюся клавишу при выключенном двигателе, ознакомьтесь со спецификациями вашего производителя, если все тесты пройдены, а связь по-прежнему невозможна, или вы не смогли сбросить код неисправности у 0231, единственное, что можно сделать, это обратиться за помощью к обученному автомобильному диагносту, поскольку это будет указывать на сбой RSM, для правильной установки большинство этих RSM необходимо запрограммировать или откалибровать для автомобиля. Субтитры сделал DimaTorzok